Работы на Введенском уроскопе начинаются с 7 утра. Помимо научных сотрудников отдела археологии Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, здесь собираются студенты исторических факультетов и волонтеры. Желающих принять участие в уроскопе с каждым годом растет. Сейчас здесь трудится порядка 100 человек. Сейчас мы расчищаем квадрат определенный, снимаем понемногу пласты и перебираем землю на ценные массовые находки. Сегодня мы нашли вот здесь вот ковер, потом вчера мы нашли остатки браслеты. Интересно, хоть что-то интересное в земле и узнавать по этим ископаемым, по этим остаткам, как жили люди в древности. Как правило, в День археологи находят по 10-12 предметов старины – фрагменты сосудов, обуви, ковров, украшений. Все эти вещи помогут восстановить историю, рассказать, как развивался город и как в нем жили люди в конце 15-го, начале 16-го века. Датировать эти слои нам помогает вот этот, казалось бы, невыразительный материал – это фрагменты глиняной посуды, керамики. Вот она менялась как мода буквально на протяжении полстолетия. И по этим фрагментам мы как раз и определяем, в каком времени мы находимся. Вот именно она нам показывает, что сейчас мы раскапываем конец 15-го, начало 16-го века. Обязанности участников экспедиции строго распределены. Одни работают с культурным слоем, другие относят грунт на археологический отвал. И параллельно ведутся работы по расчистке обнаруженных материалов. Есть здесь и камералка, где промывают материал, классифицируют и упаковывают его. Сегодня за утро нам удалось найти глиняное пряслице, нашли фрагмент железного ножа, смогли найти достаточно большой фрагмент шерстяного плетения. Может быть, это была часть одежды, может быть, какое-то необходимое в повседневной жизни изделие. Каждый день радуют новыми находками. Все эти предметы помогут выяснить вопросы развития города Переиславля-Рязанского. На данном роскопе сохранилось много деревянных предметов. Есть даже фрагменты деревянной мостовой и дома. Здесь, когда начали работы, мы не ожидали, что будет такой довольно интересный слоем. Одно из самых важных моментов связано с тем, что здесь сохраняется дерево. И поэтому нам очень повезло, мы нашли фрагменты мостовой, то есть это древние улицы. При этом получается, что эта улица мастилась не один раз, то есть проходило время, накапливалась грязь, и нужно было делать новую мостовую, как у нас асфальтовое покрытие делает, то же самое и здесь. Участники экспедиции надеются, что в будущем данный роскоп поможет им выяснить историю развития города Переиславля-Рязанского, начиная с 17 века до глубины 13-го. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».